Эта историческая картина появилась благодаря поэме Гумера Ильиада. Вдохновленный древнегреческим произведением, Лосенко попытался передать идею исполнения долго перед Родиной и героической жертвенности во имя державы. Отсюда стремление художника изобразить героев картины нарочито возвышенными, с нехарактерными для реальности театральными жестами. Схожесть со сценической постановкой прослеживается и в композиции. Пейзаж на заднем плане очень напоминает кулисы. Гектор и Андромаха, изображенные в центре полотна, похожи на актеров, выступающих перед зрителями на театральных подмостках. Воин со знаменем в левой части картины и оруженосцы со щитом, шлемом и копьем Гектора в правой части выглядят, как немые статисты, подготовившие реквизит для дальнейшего действия. Единственный персонаж картины, который выглядит естественно, кормилица, служанка, утирающая слезы. Историзм картины также условен. Обращаясь к древним событиям, художник не стремился к правдивому изображению обстановки. На дальнем плане зубцы средневековых башен соседствуют со скульптурами египетских сфинксов. Классицизм не придавал особого значения колориту, поэтому цветовое решение лосинка строит на лаконичном и строгом сочетании коричневых, серых и серебристо-желтых тонов с яркими вкраплениями красного. Субтитры создавал DimaTorzok